МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В обращениях сообщается, что гражданин Продонюк, предположительно используя свои обширные связи в органах власти, обманным путем завладел акциями управляющей компанией «Дачный альянс». В некоторых письмах указывается, что уже выявлены случаи хищения собственности дачных поселков. Кроме того, указывается, что, будучи директором сельхозпредприятия «Зао Салют» Веневского района, при помощи работников страховых компаний Продонюк, вероятно, приобретает государственные субсидии на страхование от неурожая. «Только тронь машину!» «А то что, а?» «А то что? Ничего!» «Ну, я сейчас на вас не заявлю и не напишу, за то, что вы портите». «А что еще можете сказать в свое оправдание?» «Ничего, мне нечего!» Вот уже более 25 лет редакция «Момент истины» является автором самых громких и резонансных расследований. «Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату?» «Если вы столкнулись с беспределом в суде?» «Если вы испытываете незаконное уголовное преследование?» «Если вы встретились с произволом чиновников?» «Если вам есть что рассказать?» «Звоните в редакцию!» Мы начали сбор информации и документов для проверки обстоятельств вокруг захвата управляющей компанией «Дачный альянс». Однако несколько дней назад нами было получено срочное сообщение от компетентного источника в Тульской области о том, что 4 сентября этого года гражданину Продонюку была сделана операция на ключицу в одной из тульских больниц в связи с переломом, полученным в ДТП. Также источник сообщил, что ДТП предположительно было совершено после празднования работниками ЗАО «Салют» окончания уборочной. При этом, как сообщается, Продонюк, усадив в свой внедорожник Mitsubishi L200, бухгалтера сельхозпредприятия Лобанову Светлану и еще одну гражданку, чье имя пока неизвестно, находясь в нетрезвом виде, съехал с дороги в поле, после чего, не справившись с управлением, несколько раз перевернулся. Учитывая высокопоставленный статус господина Продонюка, редакция «Момента истины» оперативно направила съемочную группу для проверки сообщения и выяснения подробностей. В вузном режиме, в рамках реабилитационного задания, у вас тогда узнать вообще, у вас такой пациент есть или нет? Нет. Не можем? Нет, сто процентов нет. Ни жене, ни мужу не дам информацию, никому. Я по телефону категорически запрещаю, даже о состоянии, но крайне тяжелое, тяжелое, и то мы не дадим. Несмотря на то, что работники городской больницы имени Семашко официально отказались разглашать информацию о поступлении в медучреждение Продонюка Антона Николаевича, сославшись на врачебную тайну. Однако кулуарно один работник медучреждения, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что, учитывая связи и административный ресурс, такой пациент мог бы уйти от медосвидетельствования при желании. Потом, поймите, это же административный ресурс, ресурс, если там действительно какой-то, почему-то там единороз оставленный, единороз, понимаете, наверняка там уже прошла информация о том, что, так сказать, не сообщает вообще ничего еще. У человека есть деньги, если у нас один ресурс, то порешать такой вопрос в больнице не составит труда, да, если он пьяный попал посуду для такого? Ну, что бы не записывали в журналах, все, что бы не было. Ну, сейчас про всех-то не будем говорить, но все люди, понимаете. Я теоретически. Чисто теоретически, я думаю, что это невозможно. Да, я думаю, что возможно. А почему значит? Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Несколько жителей деревни Трухачевка и работников ЗАО «Салют» рассказали нам об известных им подробностях. Все-таки был ДТП? Нет, я не видел, что-то я слышал, что авария была. На празднике я был. На празднике вы были, да, в честь спорного урожая? Где-то я полетел, так, я не видел. И он тоже там был, да? Вы про аварию вашего директора в полкове слышали, которая недавно была? Нет, слышал. Как случилось, что случилось? А, вот такие. Мы журналисты с ним. Нет, я тоже не знаю, значит, стелил у него колесо. Где, ваше, потереть? И перевернулся? Ну, пошел за нос, конечно. Ага, понятно. А сам как вообще? В больнице. В больнице? Да. А, то есть он не выписывался? Нет. Сам депутат Параданюк комментировать произошедшее отказался, выключив телефон. Алло, добрый день. Добрый день. Антон Николаевич? Да. Вас беспокоит с телепрограммы «Момент истины». Корреспондент, меня зовут Астахов Эраст. Позвольте я вашего времени минутку займу. Что вы хотите? А я хотел узнать, как ваше самочувствие после ДТП? Какого ДТП? Которое вот накануне случилось, в связи с которым вы попали в больницу. Редакции программы направлены запросы в Минздрав и прокуратуру. О новых подробностях будет сообщено по мере их поступления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корреспондент, меня зовут Анастасова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова